А перед началом сегодняшнего выпуска хочу вам порекомендовать канал моего друга GameCrashGuy, посвященный, конечно же, нашему любимому крафту. Здесь вы узнаете, как сделать крутые пушки своими руками из таких вселенных, как Fallout, Metro, Stalker, а также других игр. Никаких станков, только прямые руки, лобзик и напильники. Канал годный и заслуживает вашего внимания, поэтому давайте поддержим автора подпиской. Ссылка будет в описании. Макет снайперской винтовки Мосина с ложей с фанерой, сделанной своими вот этими вот руками. И сегодня я подробно расскажу и покажу, как сделать такой же крутой макет, поэтому погнали, друзья! Переносим шаблон деталей на материал любым удобным способом. Выпиливаем с помощью лобзика и затем склеиваем составляющие столярным ПВА-клеем. Что касается магазина винтовки Мосина, или как он называется в шаблоне блок магазина ИОСМ, у меня этот блок получился очень толстым по сравнению с оригиналом, поэтому советую вам сделать так. Первый слой выпилить из МДФ толщиной 6 мм, а боковые из 3 мм материала. В моих запасах полно всякой старой фанеры, которую некуда девать, и я подумал, всё равно же ложу Мосинки будем обтачивать не только с углов, но и с боков. Так что можно выпилить из фиговенькой фанеры. Заодно посмотрим, повлияет ли качество фанеры на конечные результаты. Об этом можете написать в комментариях. Поможет ли мне мой скилл сделать всё равно хорошую ложу из этой фиговой фанеры. Ну что, отверстия я просверлил во всяких пространствах под ремень, или что это, я не знаю точно. Можно вырезать. Поехали. Для тех, кто ещё не в курсе, на моём канале имеется видео, как сделать винтовку Мосина с ложей из древесины. Ссылка на него сейчас всплывёт в правом верхнем углу ваших экранов. Можете посмотреть сначала его, если ещё не глядели. Для полноты картины, так сказать. Если вы так же, как и я, будете делать ложу из старой фанеры, то вот вам совет. Располагайте слои, а их всего 9, с разных сторон листа. Дело в том, что поверхность старой фанеры неровная, и если размечать шаблоны только на одной плоскости, то и ложу в конечном счёте будет кривой. Вот, как видите, друзья, лучше после склеивания нескольких слоёв выпиливать ненужные пустые пространства, потому что когда мы выпиливаем их в каждом слое, то образуются перепады, это всё потом точить, лишние сложности же нам ни к чему. Можно склеивать дальше. Смотрите, наелся и сидит в свитере времён СССР, фанерки клеит. У меня все слои имеют толщину 6 мм. Первые три идут с местом под магазин, ствольную коробку и имитацию ствола. Четвёртый и пятый – боковые. Шестой, седьмой, восьмой и девятый слой без утолщения на ту часть, где расположен ствол. Идеальный вариант – это всё то же самое, что я описал, но второй и третий боковые слои середины должны иметь ширину 3 мм. Пока ложа высыхает, доделаем магазин. Первым делом нужно установить утолщение из миллиметрового картона. Затем я пропитал всё суперклеем, а потом пошёл обрабатывать перепады в слоях. Это программа «Сдохни ли, умри?» И сегодня в этом выпуске мы узнаем, можно ли умереть, обтачивая ложу в мосинке из фанеры. Поехали, друзья! Кхе-кхе-кхе. Черновая обработка с помощью угловой шлифовальной машины завершена, и теперь можно делать выемки вот здесь и с этого боку, а также под ствольную коробку. Будем это делать с помощью гравера и наждачного валика. А пока что обращение к вам, дорогие зрители. Я очень мечтаю об отметке в 100 тысяч подписчиков на канале и буду стараться достичь этой цифры, делая сложные и интересные проекты. Если вы смотрите мой канал, но не подписаны, большая просьба, друзья, подпишитесь, пожалуйста. Обещаю вам огромный розыгрыш призов, а если получится, то и стрим проведу с вами. Также, если не трудно, делитесь моими выпусками с друзьями. И, конечно, ставьте лайки, это для меня важно. Спасибо. А теперь возвращаемся к крафту. После болгарки придание форм становится более интересным процессом, я бы даже сказал приятным. Фото оригинала я прикрепил к шаблону, чтобы вам было легче заниматься обработкой. Далее следует зачистка наждачной бумагой, и сейчас будет реально интересная информация. В общем, если фанеру обрабатывать сначала наждачной бумагой с зернистостью P100, то мы уберем все царапины от гравера, и это будет более-менее быстро. Затем нужно работать наждачкой P150, пока не сгладим поверхность. А чтобы довести ее вообще до идеала, но при этом сохранить возможность впитывать несколько слоев морилки, надо пройтись шкуркой P600. Позже я более подробно все вам объясню и расскажу самое главное, так что не переключайтесь, инфа правда полезная. Вот такая ложа у меня получилась. Как видите, из старой фанеры можно сделать конфетку. Поверхность гладкая и без царапин. Ну что, а как вам результат, друзья? Вообще, бурдет, блядь! Стоп, а что было с магазином Мосинки, пока мы делали ложу? Сразу после убирания перепадов я зашпатлевал все места, где была обработка гравером. А пока шпакля сохла, как раз и бахнул ложу. После сглаживания блок магазина и ОСМ ждала детализация в виде окружности из картона на нижней стороне, заклепок под молоток и линии, сделанных с помощью выжигателя, который имитирует, что муляж магазина типа состоит из нескольких частей. Прицельную планку на этот раз я не стал делать регулирующейся, но она также состоит из трех слоев миллиметрового картона, на одном из которых нужно сделать отметки дальности прицела, целикой из МДФ и регуляторой из ПВХ пластика. В основе вытачиваем пространство под планку, после чего можно устанавливать деталь и фиксировать суперклеем. Имитация пластикового ствола состоит из трубки диаметром 16 миллиметров, перехода между кольцом мушки в виде детали из двух слоев МДФ, кольца и самой мушки. В принципе, раз некоторые составляющие деревянного макета винтовки Мосин готовы, то почему бы их и не загрунтовать? Если у вас есть какие-то уже готовые элементы, например, ствол или магазин, то желательно их сразу уже красить, и пока они красятся, выполнять другой фронт работ. Вот я сейчас как раз этим и занимаюсь, покрашу и пойду дальше ложу обрабатывать, точнее детализировать. Давайте я выйду что ли на улицу, потому что в сарае распылять баллончиком нежелательно, краска все равно оседает там на разные места. Всегда, когда я крашу, я стараюсь сначала труднодоступные места прокрасить, а потом всю остальную поверхность. Вот, например, тут канал ствола пластикового, не прокрашен. Вот с него и начнем. Хотя до ложи пока рановато, пришла пора создавать ствольную коробку. Основой будет 32-я полипропиленовая труба, соединенная с 25-й ПВХ трубкой. Длину можно будет померить в шаблоне общего вида. Затем также по шаблону приклеиваем разные утолщения. В итоге получится вот такая заготовка. Хе-хе-хе, контурную карту с пятеркой на полоски нарезал. Переднюю часть трубы необходимо заточить, поскольку в том месте у ложи не получится сделать выемку должным образом. Инструментом просто-напросто не подобраться. Обводим ложу в том месте, где будет расположена главная часть затвора, а потом по фото дорисовываем вырез в трубке. С помощью отрезного диска убираем начерченную часть. Полипропилен при таких работах очень быстро нагревается и при плавлении склеивает вырезы своим же пластиком. Конечно, без гравера не обошлось. Им я подровнял границы выреза и убрал пластиковые заусенцы, если их можно так назвать. Короче, пока я занимался вырезом, 25-я ПВХ труба отклеилась от 32-й. Выход был найден быстро. Сточил края на 32-й трубе, приклеил обратно 25-ку, а в получившиеся выемки залил суперклей и насыпал туда соды. Приклеиваем основу с прицельной планкой на коробку ствола. Отверстия в ствольной коробке лучше делать по шаблону прицела, видео о котором уже имеется на канале. В крайнее левое и правое отверстия нужно вставить металлические штифты. Это могут быть обрезанные заклепки, как в моем случае. После этого приклеиваем ствольную коробку в ложу. Все зазоры я закрыл суперклеем с содой. И все это остается подровнять шпаклей. Некоторые могут подумать, а как потом все это красить, ведь морилка не впитывается в шпаклевку. Все будет тип-топ, малярный скотч нам поможет, но об этом позже. Так и не смог я найти ничего лучше, чем электрод для создания шомпола к макету, поэтому делаю по старому методу. Только в этот раз не будет проблем с длиной. Давайте скрафтим затвор. В новой снайперской винтовке Мосина не будет даже намека на экстракцию гильз, как это было в первой версии, а потому затвор будет простеньким. Понадобится болт с круглой шляпкой, на которой мы будем наворачивать бумагу, чтобы потом вставить 16-мм трубку. Потом уже на трубку также приклеиваем утолщение. Кабель-канал диаметром 20 мм должен без проблем залезать на заготовку и свободно вращаться. Этот кабель-канал делим на три части и устанавливаем на будущий затвор. Затем детализируем составляющую с помощью МДФ. Рукоятка сделана из гвоздя, а шарик слеплен из холодной сварки. Спереди есть два винта, которые не дадут затвору выпасть из коробки. Пока мы покрываем ложу в два слоя морилки оттенка клен и один слой оттенка мокка, расскажу вам то, что обещал ранее. Чтобы фанера впитывала несколько слоев морилок, но при этом была гладкой и без царапин, в конце шлифовки нужно проходить шкуркой P600. Но куски наждачки нужно менять сразу, как только они забились пылью материала. Это очень важно, иначе абразив будет не шлифовать поверхность, а гладить ее тем самым полируя, а когда дерево отполировано, оно плохо впитывает жидкости. Раньше, чтобы вставить или вытащить затвор из ствольной коробки, необходимо было выкрутить винты спереди. Сейчас достаточно проворачивать заднюю часть затвора и ничего отсоединять не требуется. Муляж затвора готов и его можно покрасить аэрозолью алюминиевого оттенка. После морилки и глянцевого лака можно детализировать саму ложу. Почему в таком порядке? Так, если клей попадет на фанеру, его можно вытереть и след почти не будет виден. А когда мы устанавливаем детали на саму фанеру, попавший не туда царакрылат быстро впитается и не даст потом впитаться морилке. Тыльника приклада в шаблоне нет, поскольку у всех он будет иметь свою форму. Думаю, легче обвести ложу на пластике самому, чем подгонять под шаблон. Закрыв все дерево малярной лентой, я принялся красить имитации металлических составляющих в черный матовый цвет. Понадобилось достаточно много времени, чтобы закрыть ложу в тех местах, где зазоры заполнены суперклеем и содой. Но в итоге все прошло по лучшему сценарию. Смотрите, друзья, здесь у меня были зазоры между ложей и ствольной коробкой. Я их задел сначала суперклеем с содой, потом шпаклевкой. И у меня были опасения, что после морилки все это будет видно некрасиво. Но нет, блин, друзья, как будто дерево реально вообще. Короче, сейчас надо будет только собрать это все. Все, вот у меня тут все готово. Магазин, затвор, детализация, ствол, шомпол. Все это давайте соберем. Кстати, приклеил я ствольную коробку в ложу до покраски, потому что со слоем краски детали не хотят фиксироваться клеем. К тому же белые следы от клея испортили бы весь макет, а белые следы как раз и возникают там, где присутствует краска. Если требуется надежно присоединить деталь после покраски, нужно то место, которое вставляется в гнездо, закрыть скотчем. А теперь посмотрим, какая классная винтовка Мосина получилась. Ребята, понравилось видео? Тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите другие мои не менее интересные выпуски. С вами был Дима Тумановский. Увидимся в следующем выпуске.